В совхозе имени Ленина работники народного предприятия, возглавляемого Павлом Грудининым, готовятся к посевной кампании. Кто-то приводит порядок поселок, а пенсионеры совхоза клуба «Золотая осень» заслуженно отдыхают. В канун праздника 9 мая воспитанники детского сада «Замок детства» подготовили выступления для пожилых людей и своих родителей. «Куда вы пошли, девочки?» «Ну как? Как выступили? Нормально?» «Да». «Все весело было?» «Да». «Да вы что? А ну вы волновались, наверное?» «Да». «Ясно. А чему вообще концерт сегодня посвящен?» «Нью Победы». «Нью Победы?» «Да». «Слушай, у тебя Леночка упала?» «Да». «Тебе три года?» «Да». «Это моя сестренка». «Да». «Супер. Пойдемте. «Ну все. Спасибо вам. Вы супер вообще. Классно выступили. Пока». «Пусть мир торжествует на свете и дружат народы земли. Мы сегодня майский праздник. Детям мира шлем привет». «Стопа и дага. Ярко, ярко. Разветут на всей земле цветы. Знаешь все, что вне стена. Знаешь все, что вне стена. Вне стена всегда интересней». «Дорогие гости. Мы поздравляем вас с наступающими праздниками. Мы очень благодарны и рады за то, вам всем, за то, что мы ходим с вами по земле. Все мы здесь люди, которые собрались в замки детства и вообще на планете Земля. Спасибо вам за то, что мы можем любить, создавать семьи, растить вот таких прекрасных детей. Здоровья вам всем. Мирного неба над головой. Ну и всего самого-самого хорошего. И хотелось бы от имени нашего коллектива «Замка детства» традиционно подарить небольшой подарочек нашему клубу «Золотая осень», чтобы ваш стол всегда был накрыт вот этими красивыми скотерцами и ламинцами. «Активность, радость, 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 радость. Я хочу поблагодарить коллектив. Такой чудесный коллектив. Такой чудесный нам устроили праздник. Вы супер. И дети ваши, воспитанники, необыкновенные. Будьте все здоровы». Пенсионерам понравился концерт, и они остались очень довольны вниманием к себе. Да, да, очень хорошо. Спасибо. Прекрасно, спасибо. Очень понравился. Дети впечатляют. Работники столько труда приложили, чтобы вот дети такой концерт показали. Необыкновенный. Так поднялось настроение. Было вот хорошее. А теперь еще лучше. Прям праздничное. Чувствуется наступление праздников. Какие же у нас умные, какие у нас талантливые дети. И как они вот нашу Родину восхваляют, поднимают. Прям со слезами на глазах сидели мы смотрели. Ну и с радостью в душе, что нас так хорошо встречают. Подарок подарили красивый. Скатерть, да. Теперь будем обмывать на этих новых скатертьях. Будем пить чай. Приглашаем всех к нам в гости. Спасибо детям. Старший воспитатель Яровенко Олеся Евгеньевна показала нам выставку, посвященную Второй мировой войне и нашим землякам. Мы спросили, какие вопросы задают дети о войне. И вот что она нам ответила. Что такое котелок, для чего он нужен, что такое фляжка, для чего она нужна, для чего нужна была, допустим, георгиевская ленточка, то есть чему она посвящена. А вот такие вопросы задают ребята. А для чего нужна, а почему сумка, например, такая была, квадратная. Элементарные вопросы задают. Это же дети. А когда принесли нам в музей саперную лопату, детям, у детей было столько радости и восторга, что они увидели настоящую саперную лопату. Каждый подошел, потрогал ее, взвесил руками. Ну, очень интересно. Ну, подумали, большой совок. Да, большой совок. Сравнили, да, действительно, с большим совком. Дети самокритично отнеслись к некоторым ошибкам в своем выступлении. Но педагоги считают, что все прошло хорошо. То есть они справились с поставленной задачей перед ним? Они получили удовольствие, мне кажется, и гости получили удовольствие. Самое главное. Это точно. Но очень расстроились, что Леночку уронили. Какое это серьезное? Нет, это дети. Нам рассказали, что в замке детства в работе с детьми применяются различные современные педагогические приемы. Очень интересным нам показался перечень таких методик. Круги рефлексии, домик уединения, стульчик размышлений. Мы попросили показать нам такой стульчик. Детки рассказали, что когда они ведут себя плохо, им предлагают подумать, сидя на этом стульчике, о своем поведении. А потом рассказать о сделанных выводах. Ну, всегда наказание. Наказание. А как он правильно называется, Кир? Стул. Зайчик. Стул зайчик. А что на нем делают? Нам сидят. Нам сидят. Замечательно. Замечательно. Педагоги нам признались, что иногда дети называют стул размышлений стулом наказания. Взрослые наставники стремятся сделать, чтобы процесс размышления и рефлексии не ассоциировался с наказанием. Но детки очень часто приносят из семьи эти оценочные суждения. С 2012 года работают по этой технологии. Очень интересная технология. Один из приемов, вот этот есть стульчик размышлений. Для того, чтобы дети подумали над своим поведением, когда они хулиганят, мешают другим ребятам. Они садятся и думают, а потом объясняют свое поведение. И извиняются, конечно же, если что-то не так произошло. О современных педагогических методиках мы еще поговорим в новых выпусках. А пока давайте перенесемся к памятнику воинам, расположенному возле совхозного храма. Здесь другая группа, садик, а замок детства проводила свое мероприятие. Слушали патриотическую музыку, фотографировались и играли. Рассказали нам дети о спортивных соревнованиях, посвященных празднику Дню Победы. Ну вот, а этот плакат относится к 9 мая. Вот, посвященный нашей спартакиаде, посвящена 9 мая. А из чего это видно, что это 9 мая? Именно спорт тоже помогает чему? Росту и силе. Росту и силе, а еще? Развитию. Развитию. А еще чему помогает спорт? Если все люди принимают на всей планете участие в спортивных соревнованиях? Чему еще? Победе. Победе и... Еще они худеют. А, вот еще как интересно, здорово. Мы отмечаем день 9 мая. В преддверии майских дней, потому что многие уедут на отдых. Но и наши ветераны, и люди, которые, скажем, имеют самое прямое отношение к войне, конечно же, они, возможно, тоже будут где-то принимать активное участие. И сегодня мы возлагаем в честь памяти, великой памяти наших прадедов, дедов, святых нашему памятнику, и наши дети помнят и чтят героев. Вот так весело, используя маленькие жители вместе со взрослыми, проводят дни в нашем любимом совхозе имени Ленина. С вами, как всегда, был Дмитрий Мартышенко, ТВ-совхоз. Следите за нашими выпусками. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. А также поддержите нашу работу финансово. До скорого.